Вместо улицы река затопила дворы. Обильные осадки обернулись для некоторых бобруйчан настоящей драмой. Как итог, сырые подвалы и спорченный ремонт. Вся вода шла через огород сюда к нам. Она вообще здесь вода никогда не успевает уходить. Здесь получается низина. И вся вода идёт с города к нам. Мы не знаем, что нам делать. Надежда Гавриленко купила с мужем дом на Репино всего полгода назад. Обустроили быт, оборудовали площадку для троих детей. Идиллия была недолгой. Стихия подпортила планы. Придётся снова раскошелиться, уверяет хозяйка. Я не инженер. Я не знаю, как это проблематично, как это сложно. Но послушайте, 20 лет, 30 лет существуют проблемы. Но здесь же тоже живут люди. На стене этого дома можно увидеть последствия потопа. Уровень воды достигал здесь более 30 сантиметров. Городские службы признаются, проблема есть. И решить её можно. Капитальный ремонт ливневой канализации на Рженикидзе увеличит пропускную способность труб. Этот вариант устранения недостатков системы у дорожно-эксплуатационной службы в приоритете. Хотелось бы ещё обратиться к гражданам через частные дома, в которых проходит ливневая канализация, чтобы пропускали сотрудников КУБДЭП для очистки ливневых канализаций. В результате того, что они зарастают травой, происходит подпор воды, ну и происходит затоп дворовых территорий соседних домовладений. На кадрах из Минска бушует гроза с ливнем и градом. По сообщениям МЧС, в середине недели в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Размер градин с перепелиное яйцо. Повалены деревья, разрушены остановки, повреждены крыши зданий. Столичные спасатели выезжали 13 раз на оказание помощи по распиловке деревьев. Сегодня уже обратилось, кроме всего прочего, 4 учреждения образования, которые также попросили помощи по распиловке деревьев, которые были повалены. Непогода накрыла и соседние страны. В Севастополе машины буквально плавали по проезжей части. На юго-западе Крымского полуострова возникли перебои с электричеством. Там, где, если что, действительно, проблемы после ремонта, где-то что-то не продумано. Надо просто это взять тоже на заметку и понять, как технически, какие сделать мероприятия. Шторм ударил сразу по нескольким регионам Западной Украины. Закарпатье скрылось под водой, ветер повалил десятки деревьев и билбордов, разрушены дома, есть жертвы. На Львовщине дуб упал на женщину, пострадавшая скончалась. В данном строении прибывали еще муж данной женщины и двое детей. На момент сильного ветра и дождя мужчина успел забрать двоих детей и покинуть территорию. Женщина не успела выбраться, и ее придавило тяжестью дерева. Между тем, ливень в Москве обновил рекорд 92-летней давности. На станции ВДНХ за 12 часов выпало почти 41,5 миллиметров осадков. Дороги превратились в реки, машины стали в многокилометровых пробках. Люди босиком гуляли по лужам. От наводнений также пострадал Гондурас. Сильные дожди в некоторых частях страны вызвали потопы и оползни. Из-за непогоды в общине Эль-Кларин-Р рухнул дом. Один человек выжил, два погибли. В Гватемале не прекращаются осадки. В Сан-Педренекта сошла сель и заблокировала участки дороги. Из-за стихийных бедствий пострадали более 4 тысяч граждан. Спасатели начали раздавать семьям гуманитарную помощь. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.